Доброе утро. Доброе утро. Вы хотите, чтобы я внес ясность в вопросы, которые не понимают ученые? Вряд ли это получится. Если вы хотите узнать, что же такое нанотехнологии, то вообще это действительно такой полушарлатанский термин, потому что нано — это вообще, в принципе, приставка, означающая размерность. Здесь минус девятый. В принципе, нанотехнологии были известны еще в XIX веке, в общем-то, да, когда люди имели дело с излучением, а излучение тоже изменяется, например, в нанометрах. Так что, ну, в общем, поэтому для обычного человека наука вообще, знаете, он ее воспринимает не науку, а научнистость, вот. И обычно вот в интернетах люди смотрят на научную тему, ролики четырех типов. Это мое открытие. Вот. И вот эти четыре типа я вам сейчас покажу. Но первый, это самый, скажем так, пристойный, это вот какие-то популярные лекции, которые читают замечательные люди. Я специально взял не очень новый ролик. Это человек, которого, я думаю, нам, наверное, представлять не нужно. Специально нашел нашего ученого. И только одну цитату из него. Это весь мир за 50 лет меняет парадигму своего развития. А к этому развитию он шел миллион лет. Вот это внезапность этого перехода. Миллион лет нам хотелось больше людей, больше детей, больше денег, больше оружия, больше всего. И вот сейчас это развитие оборвалось. Такая вот, собственно говоря, проблема у современной науки, которую озвучивает Сергей Петрович Капица. Дальше. Второй тип, это, знаете, какие-то псевдо, очень часто научные исследования, которые обычно называют британские ученые выяснили. Да, это все мы знаем. Да, это уже такое крылатое есть выражение. Вот любопытно на этот счет исследования. Биолог Франц Деваля рассказывает, вот показывает эксперимент, проведенный с двумя мартышками, а именно демонстрирующий разницу в оценке работы. За одну и ту же работу одной обезьянке дают виноградину, а другой огурец. И вот, как видите, в общем, да, обезьяна прекрасно понимает, в чем разница между виноградом и огурцом. Видимо, это бесконечно умиляет людей, потому что кажется, что действительно это фундаментальный закон природы. Следующий тип научных роликов, это, разумеется, различный гаджет. Такой вот электронной гадиции. В описании я прочитал на русском языке, что это делается для того, чтобы тренировать проктологов или массажистов. На самом деле это не так. Дело в том, что созданием подобного рода систем занимается одна организация, которая сделала установку для передачи поцелуя, для передачи объятий. Я так понимаю, что она вообще занимается, в общем, такой достойной восхищения целью, как передать какие-то формы тесного телесного контакта человека через интернет. В общем, не об этом ли мы и мечтаем в одиночестве в сети, когда находимся в сети, чтобы нас кто-то обнял. Ну и, наконец, давайте последний вам тип покажу. Это красивое научнистое видео из интернета. Вот это вот называется пространство, в котором мы живем. Вот очень тяжело некоторые вещи изобразить, но благодаря мощности современных графических компьютеров это достаточно просто. Обычно оно сопровождается вот такой красивой музыкой, и нужно еще при этом, знаете, что-то говорить научно. Если там музыка есть, нет слов, я вам вместо этого скажу. Сейчас высказываются предположения о том, что наша Вселенная всего лишь одна из целого множества, составляющих так называемую пространственно-временную пену, окутывающую все мироздание. Вот тот пузырь, в котором мы находимся, всего лишь часть нашей Вселенной. Я голос выключаю и вам... Подожди, я записываю. Я тебя потом еще раз продиктую. Ну что ж, там спасибо огромное. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok